Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Всеславом Глобы, соратником Рода Божия. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! И речь наша пойдет о родных богах Славяно-Ариев, о Прощуре Роде и Ладе Богородице. Была у нас первая передача, а это у нас будет называться так «Родные боги Славяно-Ариев, часть 2». Прощур Род Лада Богородица – это тоже из высших богов, которые здесь что-то образовали, что-то создали. И нам, наверное, предстоит определиться, рассказать, разобраться с тем, что же и как это создавалось ими, и что вообще они создавали. Поэтому не будем долго ходить рядом да около, а сразу давай возьмем быка за рога и начнем разбираться с этой, на мой взгляд, очень важной и интересной темой. Передаю тебе микрофон. Благодарю, Алексей. Хотелось бы, чтобы наши слушатели главную разницу уловили, почему мы второй раз говорим о роде. Потому что эта разница связана с тем, что род-породитель, как говорится в ведах славян, и Богородица Рожана – это личностный аспект Всевышнего, как мы говорили в прошлый раз, который является причиной возникновения жизни, которую мы осознаем пятью органами чувств, воспринимаем и осознаем умом, разумом и интеллектом. Но они находятся за пределами пространства и времени. А все, что мы способны себе представить, пощупать и потрогать – это все внутри пространства и времени. Поэтому внутри пространства и времени проявление рода, породителя, называется пращур-род. Почему пращур? Потому что он наш праотец и представляет из собой себя божество, которое является совокупностью всех славян и ариев, как живущих на земле в мире яви, так и развоплощенных, души которых рассортированы, кто просто в нафь, в темную или в серую, в зависимости от деяний, совершенных по жизни. А кто в светлую нафь, то и в славь. И весь вот этот муравейник или там пчелиный рой, о котором упоминает Ведаман Ведогор в своих духовных исследованиях по поводу славяно-арийской ведической культуры. И это как раз пращур-род. Это то, что создало пространство и время, создало природу, создало живых существ в нас с тобой и наших радиослушателей. И есть еще такой термин, который упоминал отец Александр в свое время — душа расы. Вот я бы пращур-рода сравнил с душой расы. То, что является движущей силой рождения, развития природы, пространства, времени в первую очередь, то есть эфира. И потом уже пяти стихий материальной природы — эфир, воздух, огонь, вода, земля. И, соответственно, всего того, что из этого создано. Вот поэтому разделяется часть рода, которая внутри пространства и времени. И легко осознаваемая — это как совокупность родичей и природа. А то, что за пределами пространства и времени — это род-породитель и Богородица Рожан. Соответственно, пращура рода уравновешивает Богородица Лада. Но у нее много ликов проявления. И в разных славянских и орейских источниках, духовных писаниях она называется Ладой, она называется Матерью Сва, она называется Макошью, Лелей, Долей. И это все лишь вариации, потому что сама Богородица Лада, она прародительница и рожаница основных богов, в том числе и нас с тобой, и наших радиослушателей, но в различных своих ликах. Потому что наша мама, которая нас родила, — это тоже один из ликов проявления Лады Богородицы. И это все внутри пространства и времени. Это все сама природа — это тоже проявление Лады Богородицы. Природа во всех ее проявлениях. Поэтому пусть те слушатели, ум которых цепляется за название, там, Макошь или Леля, или Доля, или Лада, пусть этот ум не пытается делать различия. Это единое женское божество, женская часть рода, которая проявляется в разных ипостасях в зависимости от того, какую задачу она выполняет. Как Макошь, она управляет нашей судьбой, роком и судьбой. Как Леля, она управляет нашей земной любовью. Как Лада, она творит Лад в мироздании. И саму природу их создает для нас условия для жизни. Ну, вот, как Доля, это счастливые жребия, она нам дарует за хорошее благодеяние. То есть, нас можно тоже рассматривать в анфас, в профиль, там, чуть сверху, чуть снизу. Но от этого мы не меняемся. Меняется только точка зрения. Угол зрения, точнее. А вот скажи, пожалуйста, каким образом все здесь строилось? Как пращу род и Лада Богородица участвовали в становлении мироздания? Как здесь все появлялось, на твой взгляд? Есть какие-либо упоминания где-то в русских, славянских ведах, в индийских ведах или в каких-то других писаниях ведического толка? Ну, конечно же, есть. Мы уже говорили в прошлой передаче, что высшее проявление рода, как Всевышний, как таковой, он стал излучать свет, он стал издавать звук, и он стал из себя проявлять и гнать волну энергии, созидания радости и творчества. Вот эта тройственность, можно так сказать, породила пространство и время. И его мысли о том, как может выглядеть природа и живые существа, превратились в то, что род Рожаныч, его проявление, как род Рожаныч, стал рожать. И мы говорили в прошлый раз, что Рассвет или Свет Ра, он же Матерь Сва, он же Энглия, создали мириады вселенских яиц. Ну, как вот огромная рыба имеет кучу икринок. Так вот и Всевышний создал своим светом, звуком, мыслью и образом эти вселенные. Ну, сейчас не будем выпрыгивать за пределы наши, дай Бог нам тут разобраться. Многие даже не мыслят себя за пределами планеты Земля. Но вот наша Вселенная, это частица Энглии, как говорит Ведоман Ведогор, создала наше вселенское яйцо, насыщенное светом и энергией созидания и творчеством. И подобно тому, как птенец развивается в яйце, так и род развивался в этом вселенском яйце. Это проявление рода внутри пространства и времени. И в него, как вот в любую косточку или семечку, заложена программа, что из нее вырастет полноценное растение, и оно даст плоды, и эти плоды снова будут иметь косточку и семечку. И так будет до бесконечности. Так и род уже содержал в себе программу развития, рождения этого мира. И внутри вселенского яйца появились три яруса. Ярус земной, ярус подземный, ярус небесный. Ну, они, в свою очередь, тоже на подъярусы разделены. И об этом очень неплохо говорится в песнях птицы Гамаю. Был во тьме род-прародитель наш, род-родник вселенной и отец богов. Был сначала род заключен в яйце, был он семенем непророщенным. Индийские веды называют это параматной. То есть Всевышним пронизывающим все живое и являющееся его сутью, его внутренней духовной составляющей, его основой, которая породила это все живое. Был он почкой у нераскрывшейся. В индийских ведах это символизирует цветок лотоса, как максимальный потенциал, имеющий в своем развитии раскрытие лепестков. То есть раскрытие сил, способностей и возможностей. И песня птицы Гамаю, они, кстати, в индийских ведах, Гаруной, Гарудой названа, птица Гамаю. Это одно и то же божество. Но конец пришел к заточению, говорится в песне птицы Гамаю. Род родил любовь Ладу, матушку. И тогда любовью мир наполнился. То есть род родил материальную природу, сначала ее матрицу энергетическую, то, что мы зовем небесное, небесный мир и бесный мир. То есть два полюса с божествами и демоническими существами. И посредине мы, счастливые такие, находимся. Между молодым и наковальным, материальный мир. И вот тогда все, что мы видим вокруг, это и есть проявление Лады Матушки. Но мы должны понимать, что Лада Матушка сама по себе есть проявление прощора рода. Вот где-то так. Здесь сказано, что была проявлена вся Вселенная, рождена, она развивалась, потом были проявлены боги. И вот теперь не будем говорить о том, как они рождались, потому что мне всегда кажется, когда люди пытаются рассуждать о божественном, они занимаются какой-то, ну, немножечко, может быть, даже бестолковой такой игрой ума. Потому что пояснить себе, что такое высшие боги, ну, достаточно сложно, скажем так. И заниматься этим с уровня человека не совсем верно. Это пустая трата времени из этого может получиться. Появились они, родились. Меня теперь будет интересовать следующее. Как здесь появились люди и что происходит при рождении конкретного человека? Какие-то, может быть, явления в божественном мире. Вот родился человек, там что-то произошло, где-то что-то зафиксировалось. Вот давай к этому перейдем. То есть, простите меня, радиослушатели, но о богах мы сейчас, вот именно кто от кого произошел, говорить не будем. Здесь много было описаний. А уже перейдем к тому, что нас уже касается непосредственно. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что все-таки чуть-чуть характеризовать, что боги не рождались из утробы, как рождаются из утробы люди. Ну, женская утробы или утробы любого женского живого существа. Потому что это силы, качества и свойства Всевышнего Прародителя. Ну, если мы ограничимся пространством и временем, то это силы, качества и свойства Прощура Рода и Лады Богородицы. Возьмем себя любимых, как вот ты предлагаешь, и рассмотрим. Рассмотрим понятие «человек». Его чувства — это уже божественные энергии, которые развиты во Вселенной. Но он, проявляя их через себя, можно сказать, родил богов чувств. То есть мысли, образы, сила воля, желания, стремления, любопытство, страх, любовь, интерес к жизни, желание, познание, творческая наша часть, лень наша. Это можно всё сказать, что это энергии, которыми мы управляем в той или иной степени, в зависимости, или они управляют нами. Это от уровня сознания зависит. Проснулся человек или на автопилоте действует. Так вот, это всё можно сравнить с божествами, которые нагружают наш небесный мир и проявляются через нас в этом материальном мире. То есть это силы, качества и свойства, мысли, образы, чувства Всевышнего Прародителя. Вот это боги. А мы содержим в себе это, как маленькое семя содержит в себе целое древо. И, кстати, мы, как представители родового древа своего, тоже в себе всё это содержим. И мы это проявляем в словах, в действиях, в песнях, в драках, в танцах. И мы, можно сказать, малые такие боги, самые младшие, ещё не оперивавшиеся, малоосознанные, но тем не менее, поскольку мы можем как-то контролировать и пытаться управлять этими энергиями. А йоги и святые подвижники прекрасно это контролируют и хорошо этими управляют энергиями. То есть мы таким образом становимся божествами, которые взаимодействуют с другими богами и богинями окружающего мироздания. При рождении человека происходит взрыв пространства и времени. Люди это называют оргазмом. Взрыв взаимодействия мужчины и мужской жизненной силы Вселенной и женщины, и женской силы Вселенной приводит к нарастанию этого мощи, концентрации и взрыву. Вот этот взрыв порождает новую жизнь. Во время взрыва происходит зачатие. Порождается новое материальное существо за счёт этого взрыва. Именно в этот момент душа обретает новое тело, душа, ждущая воплощения. То есть мы умеем порождать пространство и время в виде материального тела своего ребёнка. Но, к сожалению, сейчас большинство делают это на автопилоте, и это ничем не отличается от живых существ окружающей природы, бегающих на четвереньках. Откуда взялась поговорка, на твой взгляд, что написано пером, то не вырубить топором? Ну, вы уже упоминали Богородицу Макошь, которая управляет нашим руком и судьбой. И наш... Ну, давай начнём с того, что небесный мир, который в ведах называется эфиром, а мы с тобой называем привычными словами пространством и временем, содержит определённые... имеет определённые свойства записывать всё, что произошло. Ну, например, все же знают, что вода — прекрасный аккумулятор информации, кристалл — прекрасный аккумулятор информации. Так вот, пространство и время, как вселенское яйцо, тоже прекрасный аккумулятор информации. Записывается каждая мысль, каждое чувство, каждое слово, каждое действие каждого живого существа. И поэтому создаётся определённое, ну, как сейчас говорят, досье или определённая кредитная история, я карму так ещё в шутку называю, каждого живого существа. Поэтому, когда оно получает новое тело и рождается вновь в материальном мире, там, 505-е воплощение, значит, послужной список такой-то и его рог вот такой-то, его карма такая-то, в соответствии с ней рог вот такой-то и судьба будет вот такой. А потом мы подытожим итоги этого воплощения. Так вот, об этом говорится в ведах славянских, что каждое новое рождение записывается в книгу жизни или в харатье рода. И так и так будет правильно. И вот, поскольку мы полностью живём в соответствии с волей богов, ну, старшенькие из нас, те, которые уже достаточно осознаны, там, высокие йоги, там, святые подвижники, они перед воплощением согласуют свой рог и будущую судьбу с Богородицей Макошью. Какие-то высказывают просьбы, она идёт им на уступки, и они участвуют в создании своей будущей судьбы, то есть программы её прохождения в виде рога и уроков. Ну, а те, кто помладше и в несознанке находятся, им это назначается. Ну, как, например, в детском саду занятия или в младшей школе, там же ни с кем не советуются, назначили урок, и, пожалуйста, ребята, учите. Поэтому всё, что написано в книге «Жизни» или в харатьях рода, вот об этом и говорится, что написано «Пером не вырубишь топором». То есть волю рода никто не преодолеет, и волю Макоши Матушки или Лады Матушки никто не преодолеет. Лишь только можно согласовать свою волю с их волей и добровольно действовать, как осознанный сын или дочь помогает старшим в семье или родителям. Но предыстория вот такая. В общем, что на роду написано, никому не миновать. Вот теперь надо разобраться, а что же за перо это такое, которым записано? И, насколько я понимаю, мы будем говорить об аисте или бусле, который является птицей или тотемным животным, чертога бога рода. Можем и так сказать, потому что понятие зодиака западной астрологии у нас соответствует славяно-рискому сворожьему кругу. И прощу род, как высшее божество славяно-арьев, мы уже говорили, являющийся душой расы или совокупным божеством всех наших, и нас в том числе, и наших родственников, и на небесах, и на земле, он управляет чертогом бусла или аистом. Лада Богородица, кстати, управляет чертогом лося во сворожьем кругу. Естественно, они транслируют определенные силы и энергии, и эти энергии влияют на наш рок и на нашу судьбу. Но мы пассивное участие в «Роке и судьбе», конечно же, имеем, потому что мы творим карму. Мы об этом уже говорили с тобой целых там больше часа прошлых передач. И вот то, какую карму мы сотворили, это в последующем воплощении будет зависеть, какие уроки к нам придут. Какие мы выучили, это уже пройдено. Это покармить нам не прилетит. А вот какие не выучены, они будут приходить снова и снова через те же души, с которыми мы нас создавали кармических узлов. И мы будем либо эти узлы развязывать и все больше освобождаться от такого материального мира и переходить в старшие классы, либо завязывать. Вот мы имели возможность возможность на сайте Рода Божия недавно прочитать статью об Ашватхамоне, который живет 5000 лет, получив проклятие крышения, не появляться в небесных мирах, а жить здесь, на земле, как наказанный. Многие бессмертие жаждут, жизнь на это кладут, людей за это убивают, ищут эликсир бессмертия. А он как наказанный живет 5000 лет. Так вот, он говорит, я наблюдаю, как великие воины, сражавшиеся со мной на поле битвы, сейчас рождаются из утроп животных и даже птиц и рыб. Я в ужас прихожу от того, как калиюга, то есть ночь сворога, повлияла на их осознанность, как они провалились в животное царство природное. Поэтому вот так мы творим своей кармой, свой урок и свою судьбу дальнейшую. Раз уж мы заговорили про буслы праиста, которые приносят детей по поверьям, и вот помянули, что Лада-матушка это богиня красоты и любви, оберегающая семейный союз славяно-арийских родов, то, наверное, надо как-то проговорить нам про семью, поговорить про то, каким образом род и Лада взаимодействуют с членами семьи. Как вообще правильно с ними общаться? Что для этого нужно делать, чтобы было все хорошо? Хороший это очень серьезную тему затронул, потому что в нашей семье это все больше и больше разрушается. Я имею в виду в современных семьях, которые абсолютно не в теме, что такое заповеди наших богов и предков. Дело в том, что представителем пращура рода в семье является отец и мать, соответственно, является представительницей Лады Богородиц. И вот те из наших соотечественников, которые стремятся прорваться к взаимодействию с богами в надежде, что как бы их желания будут исполняться, там у них деньги появятся, достаток и так далее и тому подобное, должны понимать простую вещь. Пока каждый из нас не установит любовные взаимоотношения с родным отцом, дедом, прадедом, дай бог дедом, потому что прадеды сейчас вряд ли кто доживает до этого возраста, и с матушкой, а также бабушкой и прабабушкой, то не видать им никаких богов. Вот они, земные боги, представители небесных богов на этой земле. Конечно, у них есть свои заморочки, их воспитали в Советском Союзе, им сказали, что бога нет, их грубо заматериализовали, но любовь-то никто не отменял, а взаимопомощи родственной никто не отменял. И поэтому, если мы хотим взаимоотношения с богами, вот с самым простым, с солнцем, мы не получим взаимодействия с солнцем, его поддержку и мощь, а мощи там хватает. Это, я думаю, все понимают. До тех пор, пока мы с отцом не установим любовные взаимоотношения и не будем ему осознанно и добровольно служить. То есть, выполнять его волю, вот если его воля нам кажется глупой, непонятной и омраченной старческим маразмом, нужно, как пишут веды, это тоже заповеди предков, добиться выхода его из помрачения путем смиренно задаваемых наводящих вопросов. То же самое относится и к матери. И чтобы не пытаться даже становиться в позиции учителя, начитавшись там вед и ведических источников. вот я всегда привожу в пример ведомана ведогора. Он это озвучил принародно, поэтому я это спокойно повторяю. Его отец еще в школьные годы, ведоман ведогор когда был, он таким был, нетрадиционным, непростым мальчиком. Потом долго школа праздновала день освобождения от Трехлебова. Он такие вопросы учителям задавал, на которые они затруднялись ответить. И батю он донимал. И он все искал причину, причина, где высшая причина всего того, что творится в мире. И ему тебе сказал, сынок, еще одно слово о Боге, я выгоню тебя из дома. Иди куда хочешь, только прекрати мне голову морочить своим Богом. И вот он смиренно задавал наводящие вопросы, типа, по типу, батя, ну я глупый, я еще жизни не видел. А как ты думаешь вот про это? А как ты мне объяснишь вот это? И вытаскивал его на все более высокий уровень, чтобы отец задумывался, как ответить на вопрос о причине жизни, о смысле жизни, о причине возникновения природы и так далее, и так далее. Он был вынужден читать книги, и он заканчивал свою жизнь с мантрами воспевания Всевышнего на устах, на смертном адре. то есть он пошел прямо к Богу с его именем на устах. Вот промежуток между тем, как он его за Бога из дома выгнать хотел и между тем, как он заканчивал жизнь. Вот весь этот промежуток это смиренно задаваемые наводящие вопросы. Вот вам пример для подражания. Хотите с Богом установить взаимоотношения? Установите взаимоотношения с отцом на основе любви и с матерью соответственно. Хотите, чтобы природа дала вам безграничное здоровье? Установите взаимоотношения с матерью. Я иногда захожу в магазин, все-таки не совсем оторван от цивилизации, к сожалению, может быть, а может быть, к счастью, наоборот, чтобы что-то наблюдать. И вот сегодня видел как раз такой момент, когда маленький мальчик в достаточно большом магазине, на весь магазин кричал с упреком своей маме, ну где ты? Я тут весь магазин обошел, ты стояла вот тут, а тебя уже нет, я все облазил, не могу тебя найти. Ну и дальше какие-то претензии были высказаны мальчиком. Вот мне это немножко покоробило, хотя я вспоминаю, что в детстве многие из моих сверстников и во мне тоже это было проявлено, так себя вели. Вели, наверное, от того, что нам маленьким не было вложено вот это почтение, уважение и служение родителям, не было рассказано, кто такие родители, почему им нельзя перечить, почему им нельзя что-то такое говорить в направлении в таком или в таком стиле, как это ты должна, ты обязан, где вы. Это очень плохо, мне кажется, влияет на жизнь будущую маленького мальчика или маленькой девочки, которая так все с родителями ведет. А родители, не понимая того, что они сейчас делают и что происходит, воспитанные свое время таким же образом, они начинают вступать с ребенком вот в эти разговоры такого плана, а ты сам такой, а ты сам дурак, а вот ты не понимаешь, ну или просто там им по заднице хлопают, вот, то есть ведут себя примерно так же, как они вели себя в песочнице со своими сверстниками, будучи маленькими мальчиками или девочками, зачем ты сломал мой куличик, на тебе я тоже твой сломаю, зачем ты машинку выбросил из песочницы я тоже твой выброшу, ну и так далее, и тому подобное. Вот здесь есть какая-либо рекомендация современным родителям, которая бы позволила усознать это и сделать какие-то наработки, которые бы уберегли в дальнейшем родителей от дурного примера своим детям и помогли бы воссоздать правильную семью по божественным родовым нашим устоям, как это нам завещали пращу рот и Лада Богородица. Сейчас очень много хороших фильмов про те индусы выпустили. Бог Богу Махадев, Махабхарата, Махакум, Ашока. Что еще там хорошего? Рама Исита. Пожалуйста, смотрите, это всего 20 минутки, одну серию перед сном. Не хотите, скажем, индийского антуража, хотя там каждая женщина обращаясь к мужу. В переводе звучит господин, господин, но слух-то слышно, что она говорит? Она говорит Арий, Арий. То есть к мужу относились как к Богу. От этого надо плясать. И если мать относится к мужу как к Богу, но и, соответственно, муж относится к жене как к богине, дети не посмеют перечить, и они будут брать благословение у родителей на все важные свои дела, мысли и поступки. И вот тогда они обретут это самое счастье, которое все ищут. Не нравится вам индейский антураж, хотя это наши предки, которые жили на этой территории 5000 лет назад. Хотя бы посмотрите старые советские фильмы от славянской Руси до христианской. Например, Русь изначальная. Посмотрите мультфильмы типа детства Ротибора, где то же самое, только одежды славянские и внешность славянских. Но то же самое, потому что жили по ведам. Благословение родителей, осознанное добровольное любовное служение родителям. И соответственно отсюда и счастье. И родители то самое связующее звено нас с богами. Потому что эта лестница у всех первая ступенька провалена. Многие потом пытаются кусать себя за локоть, когда родители умерли. Вот пока живы, успейте установить с ними любовное взаимоотношение. Это первая ступенька на лестнице к богам. Будет тогда вам и взаимоотношение с богами. Другими словами, мама и папа должны себя почувствовать богами. Не просто сказать я бог и богиня. почувствовать, ощутить ответственность за свои деяния, поступки, а не быть просто базарными бабами и мужиками, которые там селедкой торгуют или чем-то еще. И не вкладывать в детей вот эту глупость и гадость. И когда они себя почувствуют богами, они возьмут на себя ответственность. Ответственность за своих будущих внуков, которые сейчас еще пока не проявлены, но которые обязательно должны появиться из маленького мальчика или из маленькой девочки, которые вот сейчас такие глупенькие, возмущенные, бегают, доказывают что-то. И только, наверное, в этом случае, когда человек ответственно по-божественному будет относиться к своему чаду, к своему ребенку, он никогда не будет с ним вести себя вот таким разрушающим образом. И ребенок, в свою очередь, начнет отвечать тем же самым. А мне кажется, ребенок всегда видит, с кем он общается. Если мама хабалка, если папа просто какой-то непонятный человекообразный самец, то в этом случае он и с ними ведет на равных себя, потому что в нем божественная искра еще до конца не угасла, и он понимает, что уровень очень низкий, и он себя ведет с точки зрения подавления. Ну, он же божественная искра, а они уже там себя опустили до уровня, ну, что с ними церемониться. Вот когда все выстраивается правильно, у ребенка язык не шевельнется, что-то сказать непотребной маме или папе. Ну, раз ты затронул восточную тему, то давай, наверное, ее разовьем. Прощу рот, ладо-богородицы, как они представлены в восточных каких-то направлениях, если учитывать, что некогда могущественно огромнейшая славяно-арийская держава распространялась на многие земли, не только те, которые привычно называть Россией? Да, ты прав, потому что то, что сейчас называется Индией, Ираном и другими восточными странами, раньше это были наши территории, Индия современная называлась Дравидия, а Доровидия, то есть Дора вижу я. До самого света Всевышнего я прозреваю мир. Ну, тут все по-простому звучит. Иран назывался Персией или Перуновой Русью, если уж распаковывать окончательно. И неспроста вот сейчас там обнаружен жрец ведун, который тысячу лет находился в саркофаге, в анабиозе, и сейчас пришел в себя и ждет еще троих, которые придут в себя в разных точках земли. Он говорит, когда нас будет четверо, мы вам кое-что расскажем, и мир очень сильно изменится. Так вот, когда в эти древние времена на этой территории жили наши предки, они там тоже оставили очень много ведических заповедей, ведических писаний, и мы сейчас имеем эти переводы, пользуйтесь, пожалуйста. Если мы возьмем пантеон индийских божеств, то очень быстро и легко мы переложим это все на славянские рельсы. Потому что все знают, что артикуляционные особенности речи разных народов имеют своеобразный оттенок. И все знают, что русский язык в произношении кавказских народов звучит несколько иначе, чем он звучит где-нибудь на Урале или в Сибири. Но тем не менее мы видим искаженные слова, слышим искаженные слова и понимаем, о чем они говорят. Потому что ударения сбиты, а там гласные сбиты, согласные немножечко заменены, но мы все равно понимаем. Поэтому вот возьмем индийский пантеон. Бог Шива. Но нетрудно догадаться, что Ш и С взаимозаменяемые буквы. Если мы слышим Сива, то мы знаем, что такое Сивый. Это Седой. А если это Седой, это значит самый первый, первый, самый изначальный, самый старый и самый мудрый. И что это? Кто это может быть? Самый первый, самый старый, самый мудрый? Прощу род. Возьмем символику. У нас символ рода это Хиир. А у Шивы или у Сивы правильный сказать фалос. Это что в лоб, что пол. У нас символ рода трезубец, он в Украине, это на флаге красуется. А у Сивы тоже трезубец. получается, что Сива это проявление прощура рода в материальном мире. А богиня его супруга Лада у них зовется Парвате. Но мы же слышим, что это два слова. Парвате, то есть первая ты. Перун это первый наш. Перу ны. Первый наш. А Парвате, Парвате, то есть первая ты, мать изначальная, прародительница природы, материального мира. Вот пожалуйста, есть проекции, это в шиваизме, если мы берем Индию и другие восточные страны. Возьмем проекцию вишнуизма или вайшновизма. А у них в вайшновизме или вишнуизме есть понятие гарб гарб хадак шая вишну. Гарб ха это как бы сгорбившийся. А кто у нас сгорбившийся, какой образ дает? Это тут в утробе младенец внутриутробном развитии. Читаем песни Птицы Гамаюн, там четко написано. Был сначала род заключен в яйце. Ну а чем это не ребенок в утробе матери? Только в космических масштабах. И соответственно у вишну супруга Лакшми. Аллада и Лакшми сильно различаются слова. Если мы еще учтем, что лактация это появление молока у кормящей женщины. То есть богиня достатка любви, счастья, богатства. то есть небесным молоком она кормит все земное, все живое. Вот вам вишну и Лакшми. То же самое лики рода и лады. То же самое и в брахманизме эти проекции существуют. Брахма и сварог это вообще одно и то же. И у сварога супруга царосвати. Но мы-то слышим царица света. От чем царица света? От матери сва отличается. Да ничем. Матерь сва и царосвати это одна и та же богиня лики проявления Лады Богородицы. Поэтому там все на поверхности. Нужно чуть-чуть проявить здравомыслие. увидим и услышим в этих образах все наше родное. Ну просто каждая религия имеет сама по себе является проекцией древних единических знаний на время место обстоятельств и уровень сознания народа. Ну приходили наши предки туда дважды после потопа после оледенения и те кто там остались осели они встречали наших приходящих предков как родню как своих и эти волны приносили новые знания которые изначально были у нас на прародине в хорошие светлые времена повсеместно распространены. Вот вам и восточные ведические ветви. Все просто. Давай, наверное, уже подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что каждому из нас необходимо из этого материала вынести для себя? На чем расставить акценты? какие главные выводы на твой взгляд следует сделать? Прямо буквально вот так одной чертой. Хорошо. Мы сказали уже установить связь и получить покровительство и силу и поддержку Бога Рода. Займитесь установлением взаимосвязи любви и лада с отцом и матерью. Составьте родословное древо свое, потому что это в ведах конкретно сказано, что одно из проявлений лады в материальной природе это родовое древо. Родословное древо. Вот я знаю человека, который принадлежит к древнему казачьему роду. Он на зубок знает свои 16 колен по восходящей линии. Вот вам пример для подражания. восстанавливайте свои родословные древа. Это тоже связь с предками, а через предков связь с Богом родом, проявлений пращура рода и лады богородиц. И вот когда эта неразрывная связь возникнет, тогда и возникнет вот это почитание вас с вашими детьми как представителей богов. И еще нужно помнить о том, что в соответствии с нашей традиции и нашим устройством, вот как у семечки вишни, его устройство превратится в древо вишни или вишну или вышиня. А у семечки сливы, допустим, превратится в древо сливы. Так вот и мы имеем такое устройство, что мы воплощаемся вновь, если все идет правильно, если мы получая уроки сдаем экзамены, жизненные уроки сдаем экзамены, то мы среди своих правнуков и праправнуков вновь воплощаемся. Готовьте плацдарм для своего рождения сейчас, правильно воспитывая детей, внуков и правнуков. И то, как вы сейчас воспитаете детей и внуков, будет зависеть от того, с каким уровнем сознания ваши родичи примут вас в качестве своего ребенка. И будете ли вы жить в счастливой семье или в несчастной. Зависит это сейчас от вас. Я хочу тоже дополнить от себя кое-что. Во-первых, я с тобой согласен полностью, что необходимо правильно воспитывать своих детей, чтобы они дали верное воспитание своим внукам. Ибо среди внуков своих же вы можете появиться, может быть, среди правнуков. Насколько будут ваши внуки здравомыслящие, насколько они будут добрые, насколько они будут ведические подкованные, то в этом случае и от этого будет зависеть ваше счастье на этой земле. Также надо помнить о том, что родную землю необходимо содержать в благости, не уничтожать ее, потому что может такое случиться, что вам через какое-то время на ней придется жить. И если вы будете уничтожать землю и покажете своим последователям, детям и внукам, как ее дальше разрушать, то в этом случае потом вы будете очень сильно удивляться, спрашивать у них, скажи мне, пожалуйста, папа с мамой, скажите мне, а почему такая у нас земля плохая, почему такой воздух плохой, почему такая вода плохая? Они будут говорить, а это нам так вот завещали наши родители, ваши дедушки с бабушками, и вот так им завещали их родители, ваши прадедушки, прабабушки, то есть, по сути, вы им так завещали. Вот об этом задумайтесь. Потом некого будет укорять, кроме себя самого. И еще одно маленькое наблюдение, раз уж про магазин сказал. Зашел я в один такой отдел интересный, там таджик, знакомый мне хорошо таджик, продает всякие орехи, вот это вот, то, что они вручную делают, без химии. Ну, и мы как-то с ним разговаривали, я вижу, у него такое ведическое что-то есть внутреннее, хотя он из Таджикистана, он мусульманин, но вот у него в разговоре ведическое прослеживается. Вижу, стоит с ним рядом ребенок, лицо один к одному такое же, как у него. Я говорю, это твой сын? Он говорит, да. Прямо как зеркало. Он такой, говорит, я сейчас тебе кое-что скажу, и своему ребенку говорит, иди немножечко погуляй, сейчас взрослый разговор будет. Ну, ребенок отошел, и он говорит, у нас, у таджиков, у светлых таджиков есть такая особенность. мы, когда выбираем себе в жены девушку, мы обязательно узнаем, девственница она или нет. Потому что, если она будет не девственница, то первый мужчина, который у нее был, уже отложил свой отпечаток. И это будут уже не наши дети. А вот теперь вопрос к вам, друзья мои, а ничего это не напоминает вам? Никаких писаний не напоминает, которые запрещены сейчас в России? Я говорю, ты знаешь, а у нас же вот то же самое. Говорит, да, у вас то же самое, только мы это не забыли, и мы этому следуем. А вот у русских это забыто, и русские этому не следуют. И это слова были таджика, светлого таджика, светлым лицом который. Вот и делайте выводы. Какой бы религия не придерживались нынешние малые народы, у них очень мощные семейно-родовые устои и живая традиция. Это они от нас, но они это сберегли и пользуются этим. Поэтому они процветают. А мы скулим, что мы несчастны, потому что мы это забросили, придали забвение. Вот такая интересная, друзья, ситуация, что многие из нас себя причисляют к каким-то высшим родам, говорят, что мы там чуть ли не боги, но при этом почему-то многие забывают жить по-божески. А те люди, которые когда-то получили основные знания наших традиций, они живут в соответствии с этими традициями по божеским поконам, божеским заповедям. И они не разрушают себя. Но нам еще помогают разрушить себя тем, что ввязывают нас в какие-то течения, навязывают нам какие-то мысли, толерастии и прочие-прочие цивилизационные, так сказать, глупости, которые нас уничтожают. А вот те ребята не уничтожают себя. У них толерастии нет. Они живут так, как надо. Поэтому, на мой взгляд, пришло время уже не просто говорить, а пришло время жить. Вот жить так, как нам завещано, нашими предками. Ну, в принципе, наверное, на этом мы и закончим разговор. Да, я с тобой согласен. Мы тему раскрыли. Итак, сегодня мы разбирали тему родные боги славяна Арии в часть 2. В ней поговорили про пращера рода и ладу Богородицу. Также рассмотрели, каким образом себя надо вести, чтобы потом мне было мучительно больно за какие-то там годы. Поговорили о том, что такое лад в семье, каким образом его достигать и при помощи чего к нему приходить. Напоминаю, что с вами сегодня был Сеслав Глоба, соратник рода Божия, и Алексей Орлов, Народное славянское радио. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Пишите, слушайте, читайте. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok